Дай почитать. Майкл Марпурга, британский поэт-прозаик и драматург, известен прежде всего благодаря роману «Белый конь» 1982 года, на экранизацию которого права купила киностудия Стивена Спилберга, и фильм вышел в мировой прокат в 1982 году. Но в книге «Каспар принц котов» кот лишь один из персонажей, а главным, пожалуй, следует считать 14-летнего Джонни Тротта, посыльного отеля «Совой». Он был просто ошеломлен встречей с удивительным принцем Каспаром Кандинским, черным котом, принадлежавшим графине Кандинской. Она – известная русская певица и приехала для того, чтобы исполнить партию царицы ночи в волшебной флейте Моцарта. Но, к несчастью, умирает. Утешить Каспара удается Джонни Тротту и доброй, и веселой девочке Лиззибет, а еще и коту, и Лиззибет, и ее родителям. И Джонни предстоит пережить крушение Титаника и выжить. Но в целом эта книжка не воспринимается как явная фантазия. Это все еще и потому, что в ней настоящая дружба, переживание, храбрость, страдания, а еще любовь и верность. В конце появляются, кстати, два привидения – княжны умершей и умершего уже к концу книги кота Каспара. Эта книга о мечте Джонни найти свою маму. И в этой книге еще счастливый конец. Он украшает, безусловно, это произведение. Джонни обретет настоящую любящую семью и настоящих друзей. Ведь без дружбы невозможно жить. И так черный кот Каспар на редкость чуткий и добрый. Позволяет людям проявлять лучшие свои черты. Крушение Титаника только подчеркивает главную мысль этой книги. Нужно любить окружающий мир, заботиться о своих близких и родственниках, а еще о животных. В книге очень интересные рисунки Майкла Формана. Точные и кажутся иногда пророчески. Джонни Тротт жалеет Каспара, но сам кот благожелателен и невозмутим. Книга хоть и предназначена для взрослых, но должна быть интересной и увлекательной для детей любого возраста. Потому что в ней правда теплая, душевная и солнечная. Дорогие слушатели, читаем Майкла Марпурга «Каспар. Принц. Котов». До новых встреч. Дай почитать.